Продолжение следует... 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 археологические памятники, более 100 тысяч памятников археологических в стране, экотуризм в Андах и Амазонии. Вы можете увидеть населенные пункты, которые отражают колониальную историю, современность. Кроме того, приключений, чрезвычайский туризм и 3000 километров в Техоокеанском побережье позволяют насладиться нашими пляжами гастрономича, гастротуризма. Совсем недавно World Travel Index выбрал нашу страну как лучшую страну в отношении гастротуризма. Город Лима получал премии как лучшее культурное и туристическое направление в Южной Америке. Всемирный банк провел исследования по поводу инноваций перуанской гастрономии. И в 2022 году опубликован этот отчет, отмечающий, что зарубежный туризм способствовал развитию гастрономической отрасли в нашей стране. И таким образом гастрономия в Перу стала сама по себе привлекательным моментом для туриста. Для российского туриста есть возможность сходить путем инков, когда испанцы, когда завоевывали Перу, сказали, что это дороги лучше, чем римские дороги. Можно посетить Анды, увидеть огромные реки в зоне Амазонии. Вы можете дегустировать. Далее два соседней страны, любимой нашей страны, Эквадор, Колумбия и Боливия. И, наконец, из Европы, Великобритания, огромный поток, Китай, Гонконг, Малайзия, Сингапур. Эти азиатские страны сейчас наращивают тот поток в нашу страну. Что касается российского туризма, реальность, к сожалению, следует признать, что мы очень далеко находимся. Поэтому, конечно, намного меньше у нас российских туристов, чем на Кубе или в Венесуэле. Но это количество не далеко пока. Но мы хотели бы развивать этот поток. Между 2016 и 2019 годом была тенденция к росту. К сожалению, пандемия прервала эту тенденцию. И в 2019 году рекордное количество российских туристов, около 11 тысяч российских туристов. Это, конечно, очень мало в общем количестве, но она росла, эта цифра. Повторяю, пандемия прервала этот процесс. Но с 2020 года у нас снизилось до 2800 туристов из России. Но сейчас снова нарастает их количество. Например, в 2021 году 3500 примерно российских. В следующем году более 5000, а в 2023 году 7000 с лишним россиян посетили Перу. Надо отметить также, что большинство латиноамериканских стран, как и Перу, не требует виз от россиян для въезда. И очень важным моментом также, что в декабре, в начале декабря этого года у нас будет открыт новый международный аэропорт в линии. Это площадь 900 гектар. Это будет своего рода аэропортовый город. Это не только будет удобство для пассажиров. 38 миллионов пассажиров в год рассчитано на мощность этого нового аэропорта. И в ближайшее время, в полтора ближайших года, мы закончим строительство аэропорта в нашем основном туристическом направлении, Куско. Этот аэропорт будет вне города, в местечке Чинчеро. Это ближе к Мачу-Пичу, кстати, на поезде. И многие едут в Перу, чтобы увидеть Мачу-Пикчо, одно из чудес света. Но мы, конечно, можем предложить намного больше. Например, коралловые рифы 25 лет назад открыты. 250 километров к северу от Лимы. Исследования показали, что, простите, это не коралловые рифы, конечно, это древнейшая цивилизация Латинской Америки, она называется коралл. Многотысячелетий насчитывала эта культура, то есть на уровне древнеегипетской. Спасибо. 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 Спасибо.